И еще одна река тонет в мусоре Днестера. Вместе с ней и одно из чудес Украины, Днестровский каньон. Горы отходов скопились на берегах. Откуда они? И чем это грозит, расскажут наши корреспонденты. Уникальные леса, целебные источники, крутые скалистые берега и неповторимая природа. Днестровский каньон поражает своей красотой. Но стоит спуститься к берегу реки Днестр, как перед глазами открывается совсем другая картина. Куча банок, пластиковых и стеклянных бутылок. Эти живописные места давно облюбовали туристы, рассказывают работники заповедника. Но после отдыха люди обычно весь мусор сбрасывают прямо в реку, в надежде, что вода унесет его подальше. Пресечь это, уверяют сотрудники, они не в силах. Мы контролируем 250 километров Днестра и на сегодняшний день не имеем ни одного челна, ни одного катера. Я на один раз задавал вопрос нашему керевнисту, скажите, пожалуйста, чем я мог бы контролировать эту территорию? Тазиком, ваненкой, что касается сбора сметанных, это вообще катастрофа. Чтобы избавиться хотя бы от части мусора, работники парка начали акцию «За чистые берега». Пригласили к участию местное население. Горы Хлама селяне собрали лишь на нескольких километрах прибрежной зоны. Только пластика здесь, по меньшей мере, полторы тонны. Мы работаем в 7-е годы, смотрите, сколько мы еще мусора наносили, позбирали, ну, может, где-то 2 километра. Мы не думали, что так, сколько это все насбирает. Почти половину пробрали и так, очень засмечено. Несколько лет назад жители села Беремяны обустроили на берегах реки вот такие пункты сбора мусора. Сейчас уже 10 точек. Прибирание у нас постоянно. Прибирание постоянно проводим то, что, ну, по-перше, много отпочивающих. Мы уже, короче, трошки так налагодили, чтобы такие места, где скупчение отпочивающих, берем, ставим такие баули, легче прибирать. Такая генеральная уборка берега в Днестровском устье – единичное явление. Беремяны на сегодня единственное село, жители которого согласились заниматься прибрежной полосой. В остальных населенных пунктах мусор на берегах лишь накапливается. Экологи уже бьют тревогу, предупреждая. Если ничего не делать, седьмое чудо Украины вскоре может превратиться в обычный мусорный полигон. Полина Спасенко, Жанна Дучак, Зиновия Автонас, телеканал Интер, Тернопольская область.